В новогодние праздники звезды российского фигурного катания по традиции выступали в шоу. Алина Загитова второй год подряд выступает в шоу Татьяны Навки «Спящая косавица. Легенда двух королевств». Олимпийская чемпионка исполняет роль сказочной принцессы Леи. Фигуристка начала готовиться к шоу уже в середине декабря. Алина старательно репетировала свои номера и изучала новые элементы. Новым партнером Загитовым по шоу стал олимпийский чемпион Нагана в одиночном катании Илья Кулик. Несмотря на солидную разницу в возрасте, звездные фигуристы быстро нашли общий язык и бросились в эксперименты. Алина и Илья показывают параллельный тройной флип и удивляют эффектными поддержками. Загитова легко осваивает элементы парного катания, а на репетиции бесстрашно пробует сложной и опасной поддержки. Болельщики в очередной раз восхищаются многогранностью чемпионки и даже советуют ей задуматься о переходе в парное катание. Пока Загитова радовала московскую публику, Евгения Медведева катала в Сочи в рамках фестиваля фигурного катания «Чемпионы», организованного Ильей Эвербухом. Фигуристка прилетела в Южный город на следующий день после празднования Нового года, а болельщики встретили ее подарками и роскошным букетом. Шоу проходило на Олимпийской арене «Айсберг». Там же фигуристы весело проводили репетиции. На одном из них Медведеву шутку поцеловала Олимпийский лед. Возможно, именно этот жест и помог фигуристке четыре дня подряд кататься безошибочно. Фигуристка вновь представила показательный номер «Эхо любви» под песню Анны Герман, поставленной Этери Тутберидзе. Вопреки предположениям, ни трусово, ни косторная участниками шоу Плющенко не стали, но Александра все-таки появилась на ледовой арене в качестве приглашенного гостя. Саша выступила с произвольной программой Ромео и Джульетта и продемонстрировала шикарную форму после новогодних праздников. Саша не прыгала четверные, но семь тройных прыжков за четыре минуты после перерыва в тренировках – это что-то невероятное. Сейчас уже новогодние представления подошли к концу, а спортсмены начали потихоньку возвращаться к полноценным тренировкам. В скором времени фигуристам предстоят новые соревнования, на которых они будут бороться за путевки на чемпионат мира. Так что главное шоу еще впереди.